Зеленый пояс Омска увеличится почти на 169 гектаров. На территории сельских районов в этом году высадят 500 тысяч саженцев, сосны и ели. Это наиболее ценные древесные культуры. Они помогают улучшить экологическую ситуацию, защищают мегаполис от пыльных бурь, формируют зоны отдыха для горожан. Хвойные в черте города активно садят и муниципальные озеленители, что вызывает недоумение у экспертов. Это капризное дерево плохо приживается в индустриальных центрах. Дмитрий Куканас разбирался, что и где в Омске лучше садить, ну и составил карту озеленения. Все омские предприятия своими выбросами образуют облако, которое в 6 раз больше территории самого города. И каждое дерево в черте Омска не просто растение, а рабочий инструмент. И даже боевая единица на фронте борьбы за здоровье людей. В крупных индустриальных центрах существуют свои требования к озеленению. Условный мегаполис делится на несколько зон. Промышленная. Здесь на расстоянии до полукилометра от границы предприятия предпочтение для посадки следует отдавать двум породам – тополю и липе. Они обладают высокой способностью к поглощению вредных газов. Другая опасная зона – городские магистрали. Вместе с числом автомобилей растет и доля выбросов углекислого газа – СО2. В этих местах тоже лучше всего справляются тополь и липа. Ею, кстати, одно время довольно плотно озеленяли обочины столичных дорог. Еще подходящие породы – береза и ива. Важный момент. Так называемая зона и отчуждение вдоль дорожного полотна считается расстояние до 200 метров в каждую сторону. И в этом месте хвойные породы, например, сосну, высаживать нежелательно. Она уступает тому же тополю в способности поглощения СО2 в 5 раз. То есть замена старых тополей на молодые сосны должна происходить именно в этой пропорции – 1 к 5. К слову о хвойных породах. Лесоводы считают их не самым лучшим выбором для городов. Будь то сосна, пихта, кедр и ель – все они чутко реагируют на изменения экологии и с трудом приживаются. Предпочтительные места высадки таких деревьев – парки и скверы, а также районы, расположенные вдалеке от дорог и промсектора. Впрочем, специалисты Омского департамента городского хозяйства в этом году, кроме хвойных пород, планируют высадить и немало лиственных. Ивы – шаровидные плакучие серебристые, рябину обыкновенную, сибирскую яблоню, плюс несколько видов кустарников – боярышника, спиреи, барбариса, кизильника. Всего более полутора тысяч единиц за весенний период. Соответствует ли это потребностям города-миллионника? Вряд ли. Например, в соседнем Новосибирске за сезон высаживают около 10 тысяч саженцев.